Для Индии и Китая имидж успешного миротворца – это не только предпосылка для разрешения украинского кризиса, но и способ укрепить собственный авторитет на мировой арене, пишет The Diplomat. По мнению издания, Нью-Дели предлагает потенциально более эффективную модель посредничества. Недавний визит премьер-министра Нарендера Моди в Киев после дипломатической поездки в Москву в прошлом месяце стал для Индии значительным шагом в украинском конфликте. Визит, развернувшийся на фоне затяжных военных действий, раскрыл глубинные стратегические намерения Нью-Дели. Поскольку и Индия, и Китай все громче заявляют о себе как о ключевых игроках в мировой дипломатии, конфликт в Украине стал для обоих арендой для демонстрации миротворческих возможностей. Поскольку посреднические усилия Китая в конфликте столкнулись с трудностями, деятельное участие Индии может стать новой вехой в ее стремлении к глобальному влиянию. Для Индии и Китая имидж успешного миротворца – это не только предпосылка для разрешения украинского кризиса. Это еще и способ укрепить свой авторитет на мировой арене, как держав, способных решать вопросы прагматически. Для Китая самоутверждение в роли посредника укрепляет его образ ответственной мировой державы, способной бросить вызов господству США и расширить свое влияние далеко за пределы Азии. Для Индии демонстрация дипломатического мастерства в крупном конфликте, где ставки столь высоки, поддерживает ее стремление стать крупным игроком в глобальной политике и голосом разума в мировых делах. Смена ролей двух азиатских гигантов не только отражает их честолюбивые замыслы на мировой арене, но и подчеркивает причудливое сочетание стратегических интересов и объективной реальности в поисках мира в Украине. Роль Китая в украинском конфликте характеризуется осторожным взаимодействием и необходимостью уравновесить глубокие связи с Россией с одной стороны и выгодные экономические отношения с Европой и Западом вообще с другой. Однако тесные связи с Россией мешают ему выступать в качестве нейтрального посредника. Субъективно воспринимаемая предвзятость по отношению к России подрывает претензии Пекина на роль надежного посредника, особенно на фоне успешной дипломатической деятельности на Ближнем Востоке. Участие Индии в украинском конфликте было более сдержанным, отражая ее историческую тягу к неприсоединению и стратегической автономии. Визит МОЗИ в Киев сигнализирует о готовности Индии сыграть более активную роль в конфликте, потенциально заявив о себе как о посреднике. В отличие от Китая, Индия не имеет стратегических обязательств такого уровня ни перед Россией, ни перед Украиной, что дает ей уникальное преимущество нейтрального имиджа. Конкуренция между Индией и Китаем за роль миротворца в украинском конфликте – своего рода модель их стратегического соперничества в миниатюре. Обе страны стремятся утвердить свое влияние в конфликте, который имеет далеко идущие последствия для глобальной безопасности и глобальной расстановки сил. Однако подходы обеих стран отражают разницу в стратегических приоритетах и оперативных соображениях. Миротворческие усилия Китая обусловлены желанием застолбить за собой роль мирового лидера и уравновесить влияние США. Индийский подход, напротив, характеризуется осторожностью и стратегической двусмысленностью. Не принимая слишком жестких обязательств ни перед одной из сторон, Индия стремится сохранить свой авторитет нейтрального игрока. Такой подход позволяет ей взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной, претендуя на роль связующего звена между противниками. Однако участие Индии в мирном процессе находится в зачаточной стадии, и ее способность влиять на ход конфликта остается неопределенной. Продолжение следует...